Эксперимент первый. Разрядник вверху, заземление внизу. Также заземление будем включать и выключать. Сейчас схема работает без заземления и мы видим колебания с положительными выбросами. Включаем заземление. Видим колебания исчезли, остался одиночный импульс. Внутри импульса есть высокочастотные колебания без заземления. С заземлением. Частота колебаний внутри импульса 227 кГц. Также видим, что структура колебаний стабильна и не плавает по частоте. Еще один момент. Первая полуволна положительная. Второй эксперимент. Разрядник внизу, заземление вверху. Сначала без заземления. Видим обычную волну, высокочастотные колебания. Включаем заземление. Включаем заземление. Включаем заземление. Видим, что частота колебаний внутри импульса такая же как в первом эксперименте. 227 кГц. Однако первая полуволна отрицательная. Также видно, что с изменением частоты на разряднике, частота колебаний внутри импульса никак не меняется, так как зависят они от характеристик индуктора. Частота разрядов влияет только на частоту импульсов. Третий эксперимент. Разрядник внизу, заземление тоже внизу. Включаем заземление. Видим короткий, однополярный, отрицательный импульс. Включаем заземление. Без заземления. С заземлением. Заземь из зазем кофт дляымчай. Зазем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...